Челябинский областной суд огласил переговор двум наркодельцам из Магнитогорска. 29-летний Евгений Краснов и 30-летний Антон Севелькаев признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Суд установил, что Краснов и Севелькаев в период с ноября 2018 по январь 2019 состояли в преступной группе и под руководством неустановленного лица осуществляли сбыт наркотических средств бесконтактным способом, используя мессенджер. В январе 2019 молодые люди по указанию подельника прибыли в Московскую область, забрали из тайника наркотик массой почти полкилограмма. Доставив товар в Челябинскую область, они поместили его у обочины дороги под деревом в Орджоникидзовском районе Магнитогорска. Координаты и описание местонахождения тайника сообщили неустановленному лицу, который в свою очередь передал эти данные приобретателям. Кроме того, в феврале прошлого года обвиняемые перевозили в Магнитогорск из тайников наркотики. 6 февраля на въезде в город наркокурьеры были задержаны сотрудниками ФСБ. Челябинским областным судом жители города Магнитогорска Краснов и Севелькаев осуждены за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Общей массой около 7 килограммов, а также наркотического средства общей массой около полукилограмма. По совокупности преступлений, причем в течении осложения назначенных наказаний, не значит Севелькаев наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет со штрафом в размере 250 тысяч рублей с отгыванием наказания в виде лишения свободы в противополонных другого режима. Краснов, понятен приговор? Севелькаев, приговор понятен? В судебном заседании Краснов вину признал полностью. Севелькаев частично. Он пояснил, что знал о целях поездок в Москву, но никаких действий якобы по сбыту не осуществлял. Суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы сроком на 13 и 12 лет в колонии строгого режима. Кроме того, каждому назначен штраф в размере 250 тысяч рублей. Продолжение следует...